Областной конкурс по хорошей традиции проходит в Лесногородской школе искусств. Прекрасный большой концертный зал, радушный прием зрителей. За эту площадку так любят жюри и конкурсанты. Я думаю, что не случайно выбирают именно эту школу. И на базе этой школы проходит областной конкурс всего региона. Я знаю, что дети сегодня приезжали из совсем дальних каких-то регионов. Там Серпухов, Подольск, Чехов. То есть они вставали, чтобы приехать к 9 утра. Они вставали, я понимаю, в 4 полчетвертого утра, чтобы приехать и нас порадовать здесь. Дети играли на флейте, кларнете, трубе, саксофоне и других музыкальных инструментах. Жюри отметил, что за последний год исполнительское мастерство конкурсантов заметно выросло. Я несколько лет уже присутствую на этом конкурсе и вижу просто динамику развития этого конкурса. И дети радуют вот каждый год, радуют все лучше и лучше. Потому что есть талантливые ребята, это замечательно. Особенно в младшей группе, в средней группе сейчас выступали ребята, которые явно будут профессионалы, которые явно будут украшением потом Москвы и московского региона. Это наши звездочки. Учителей радует тот факт, что интерес к духовым инструментам у детей растет. Сегодня недостатка в учениках по классу кларнет или труба никто не ощущает. А юные музыканты каждый день оттачивают свое исполнительское мастерство. Конечно, такие конкурсы нужны, потому что это показывает уровень развития в данной структуре людей. Это очень интересно, потому что ты знакомишься с новыми музыкантами, слушаешь музыку, развиваешься и культурно. Ну и нужно же показать свой опыт, свое умение как-то быть и попытаться поднять его на новый уровень. Подобные конкурсы это своего рода смотрины. Члены жюри внимательно слушают каждого и отмечают особо одаренных детей, которые в будущем имеют все шансы стать великими музыкантами. Мы замечаем и уже знаем этих ребят и ведем их уже до вуза. И даем им профессию, даем специальность. И фактически мы выбираем сейчас наше будущее. То есть те, которые профессионально продолжат наше дело. Среди победителей наши юные дарования. Так Анастасия Ткачева, ученица Лесногородской школы искусств, стала лауреатом второй степени. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».